Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем с вами размышлять над очень важными вопросами, которые так или иначе интересуются временных людей, в первую очередь христиан, людей пока еще внешних по отношению к христианству, но интересующимся божественным откровением, Словом Божиим, христианским учением, взглядом на жизнь, на добро и зло. Есть такое широко распространенное выражение, вы его наверняка часто слышали, дорогие друзья, многократно, вот какой-то человек, если он так живет, он попадет в ад, а вот какой-то человек хороший, за все хорошее, добродетельный, праведный, он попадет в рай. Само по себе вот это выражение «попасть в ад» или «попасть в рай», на самом деле, хотя эта фраза широко распространена, и вы ее наверняка слышали, но с богословской точки зрения само вот это словосочетание несколько некорректно. Ни в рай, ни в ад невозможно попасть, вот просто вот так вот случайно, да вот нередко современные люди думают, а что я, в общем, плохого делаю, я живу как все, ну, я живу как все, я, ну, может быть, у меня есть какие-то недостатки, но я живу как все. Допустим, блуд, прелюбодеяние, супружеские измены, человек не считает греховым, он считает, что это отношение, даже само слово, слово блуд заменено на слово отношение. Ну, вот у меня там с женой отношения не сложились, а вот с другой женщиной складываются отношения. И смертный грех, который лишает душу благодати Божией, и как в Священном Писании ясно сказано, недвусмысленно ни блудники, ни прелюбодеи Царствия Божия не наследуют, человек об этом не знает, он считает, что у него просто отношение. Воровать человек считает в порядке вещей, потому что он считает, что все воруют и так далее. И вот когда такому человеку сказать, что ведя такой образ жизни, ты можешь после смерти попасть в ад, человек с его точки зрения справедливо возмущен, а за что я попаду в ад? И что это вообще такое изображение, попасть в ад? Что это? За что? Сразу хочется, дорогие друзья, обратить ваше внимание еще на одно некоторое недоразумение. К сожалению, вы его можете услышать из уст некоторых священников, и от этого, прошу прощения, путаница только увеличивается. Некоторые батюшки могут сказать так, что ад – это не место, это лишь состояние. И путаница здесь в том, что на самом деле, дорогие друзья, на самом деле, с точки зрения священного Писания, общехристианское учение, ад – это и состояние души во время земной жизни, когда бессмертная душа находится в теле и накапливает, аккумулирует в себе это состояние. И ад – это еще и место во Вселенной, куда попадает душа. Бессмертная душа, расставшись с телом, если она это состояние в себе накопила, если человек не покаялся и не принес плодов покаяния, не вернулся к Богу, то в состоянии ада, ада, которая стала состоянием души, это бессмертная душа, расставшись с телом, попадает в место, место во Вселенной, куда как раз попадают такие души. Место, уготованное дьяволу и ангелам его, как ясно и недвусмысленно говорит нам Слово Божие. Поэтому ад – это и место, и состояние, и состояние, и место. Что же такое ад, и можно ли туда попасть случайно? Смотрите, как преподобный Паисий Святогорец говорит. «Грехом человек превращает земной рай в земную адскую муку. Если душа запачкана смертными грехами, то человек переживает демоническое состояние». То есть, вот это внутреннее демоническое состояние, вот это постоянное состояние смятения, гордыни, противления, ропота. Кому из нас, дорогие друзья, неизвестно это состояние? Кто из нас его не испытал или, по крайней мере, смотрел, наблюдал, как… Ведь есть же люди, которые готовы роптать по любому поводу. Любой, даже добрый, справедливый, какой-то достойный уважения и восхищения поступок, они готовы всё равно оценить с негативной точки зрения. Которые ропщут по любому поводу, какая бы ни была погода, какие ни были бы обстоятельства, недовольны всем. Вот это состояние внутреннего противления, ропота. Разве это не демоническое состояние? Разве это не состояние ада внутри? Напротив, мирен тот, кто живёт с Богом, устремляет свой ум в божественный смысл и постоянно имеет добрые помыслы. Такой человек живёт в земном раю. То есть, Царствие Божие внутри вас есть, об этом говорит Господь в Евангелии. Царствие Божие – это внутреннее состояние мира и радости в Духе Святом, оно уже внутри начинается, равно как и адская мука начинается внутри, уже во время этой земной жизни. У человека, который живёт в земном раю, у него имеется что-то ощутимо иное, чем у того, кто живёт без Бога. И окружающим становится заметно, вот это и есть божественная благодать, которая выдаёт человека, даже если он стремится остаться в известности. Вот человек, который внутри себя постепенно стяживает Царствие Божие, он, даже если он старается скромно в известности жить, его благодать Божия выдаёт. И напротив, человек, который накапливает в себе ад, он внутренне мучается, и вот это состояние переносит потом после расставания бессмертной души с телом в иное состояние бытия. Вот ещё раз зачитаю вам, дорогие друзья, из первого тома «С болью и любовью о современном человеке» размышления преподобного Паисия. Вот что он говорит. Рай – это то же самое, что добро. Адская мука – то же самое, что зло. Делая добро, человек чувствует радость. Делая грех, человек страдает. И насколько в этой жизни мы удаляемся от Бога, настолько мы удаляемся от радости и от вечной жизни. Только близ Бога человек находит настоящую радость, настоящую вечную. «Оживя вдали от сладкого Иисуса, мы пьём горькую чашу». И о том, что же такое вечная мука, что такое ад после разлучения души с телом, преподобный Паисий говорит следующее. «Совесть – это страшное дело. Нет более жгучего пламени, нет большей адской муки, чем жжение совести». Угрызение совести – это самый страшный, самый мучительный для человека червь. Те, кто находятся в аду, будут вечно мучиться, потому что их будет терзать мысль о том, что они потеряли райские блага за те недолгие годы, которые прожили на земле. Хотя и эти земные годы были полны угрызениями совести и внутренним удушием. Обратите внимание, вопреки широко распространённому такому мнению, что Господь вот кого-то раз и направляет в ад или бросает в ад и так далее, на самом деле ад – это уже мука совести, это уже то состояние, которое ты в себе накопил, удалившись от Бога, нарушая заповеди Божии и попирая голос своей совести, ты сам в себе ад накапливаешь. Ты. Не то, что Бог тебе… Бог, напротив, всё сделал для того, чтобы тебя спасти. Даже послал Сына Своего Единородного, который пришёл в мир, стал человеком, пострадал и умер на кресте и воскрес, чтобы даровать тебе, любому из нас, вечную жизнь. Вот если ты сознательно выбираешь ад, делаешь свою жизнь вот такой невыносимой, то потом вот эта мука в аду – это мука в том числе отожжение собственной совести. Кроме того, говорит преподобный Паисий, страсти людей, находящихся в адской муке, не будут находить в себе удовлетворения. Это будет для них ещё одним мучением. Подводя итог, дорогие друзья, к этой очень важной и на самом деле очень глубокой такой богословско-философской теме, едва ли можно, дорогие друзья, в рамках одной беседы полностью осмыслить вот эту глубокую тему. Но главный вывод какой, что ад – это не только состояние души, но и место, место во Вселенной, уготованное дьяволу и ангелам его, куда попадают те души людей, которые во время земной жизни удалялись от Бога, попирали голос совести, богатели только грехами, накопили, аккумулировали, пролонгировали в этой земной жизни адское состояние, и если они не покаялись, не исправились, не осознали свою жизнь, не вернулись к Богу, то эти души попадают в это состояние ада. Вот что значит попасть в ад. Да избавит всех нас Господь от попадания в ад и от адского состояния в этой земной жизни. Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!